Горожане по-разному переживают морозы. Для кого-то это настоящее наказание, кто-то на них зарабатывает, а кому-то даже минус 40 не мешает носить летние вещи. Мария Зарукина продолжит тему. Холодная. Ну, у тебя с моей руки уже холодные. У меня уже не холодные. В минус 35 и в летней футболке. Учитель физики Владимир без верхней одежды зимой ходит вот уже почти 10 лет. Красноярец улыбается и рассказывает. На улице проводит по 5-6 часов. Давненько не болел, а начиналось все с обычного закаливания. Проблемы потом часто с закаливанием бывают, когда выходишь на улицу. Чего заморачиваться? Сразу же выбор жизни переводить. Бывает, что подходят, спрашивают, может что-то случилось, чем-то помочь, еще прочее. Сейчас в масках ходим, если не в автобусах, там еще прочее. Там как бы не видят, что я улыбаюсь, что мне нормально, то есть проблем никаких нет и все прочее. А вот на улице и так видно, что если бы плохо было, то не улыбался. В отличие от сибирских преподавателей, иностранные студенты энтузиазма не разделяют. Брайан Куралес из Колумбии в Красноярске уже полтора года, говорит, облюбовал сноуборды. Но к походам на зимние столбы пока не готов. В его родных местах самая низкая температура – это плюс 10 градусов. Это самая холодная ваша зима? Моя, да. Вчера просто невозможно выиграть. Почему? Ну, минус 40 дней, и прямо на улице выходили, и просто нос замерзлся сразу. Сейчас точно немного холодно, если честно. Сколько максимум можете на улице находиться? Для меня примерно 10 минут, все. Потом невозможно. Невозможно выживать в такой мороз и городскому транспорту. Накануне в рейс не вышло больше 80 автобусов. А эту дорогую иномарку отогревают уже второй час. Сегодня хозяину Porsche Panamera придется отдать 10 тысяч рублей. Для легковушек цена ниже – около полутора. В день специалисты отогревают более трех тысяч автомобилей. Чем проще автомобиль, тем быстрее отогревается будет. Ну, от 20 начинают звонить, но заявок очень мало. Минус 30 и более – очень много замерзших автомобилей по городу. Из-за морозов город испытывает проблемы с везом мусора, потому что техника таких температур не выдерживает. В центральном парке уже закрыли каток, а животных в Роевом ручье посадили на более калорийное питание. Но в Красноярске, по данным гидромедцентра, еще терпимо. Рекордно низкая температура зафиксирована в Игарке, Тарухамске и Эвенкийском районе. Там столбик термометра не опускается ниже 50 градусов. За последние 15 лет самый холодный декабрь был два года назад. В 2020, если верить синоптикам, температура ниже нормы всего лишь на 1 градус. Но сегодня, вроде как, последний день таких заморозков. Чуть-чуть померзнуть придется еще в Рождество и в первую субботу уже Нового года. Все оставшиеся месяца температура будет держаться 15-17 градусов. Так что эту зиму мы, можно сказать, пережили. Мария Зарукина, Эдуард Баглай, 7 канал.